Всем привет, друзья! Мы находимся вблизи какой-то железной дороги, потому что наконец-то Тёма переехал в новый автосервис. И спустя полторы недели после того, как мы выяснили, что нам надо полностью ремонтировать коробку передач на BMW X5, мы это наконец-то сделаем. Я поздравляю тебя, это новый автосервис! Наконец-таки мы сегодня её разберём. Ох, пошли, пошли. Сегодня у нас грандиозный план действия. Мы просто тупо отделяем кузов от двигателя с коробкой. Вешаем машину на подъёмник, отключаем сверху, сбоку, со всех сторон всё, что идёт к двигателю. Сливаем с него антифриз, поднимаем тачку, мотор вместе с коробкой. Мы из-под машины выкатим в сторону и будем уже работать с ним на столе. Потому что там ещё есть ряд неисправностей. Течёт сальник коленвала. Мы меняли сальник коленвала за 15 тысяч, и он всё равно опять течёт. Это с чем вообще может быть связано? Либо это рукожопство простое русское, либо это что-то ещё. Но я так думаю, что это первое. Машина после этого ремонта будет вот прям в идеальном состоянии. Всё будет работать. Останется только поставить 20-й Воссу на неё, чтобы она выглядела вот так вот. Здесь снова всё в масле. Раз мы сегодня полностью снимем коробку, то мы можем сальник снова заменить. Да, конечно. Люди некачественно установили диффузор. Мы имеем дыру, кучу трещин и обломков, которые просто отвалились, улетели. Дыра эта из-за того, что он прилегал к компрессору кондиционера. Компрессор кондиционера, в свою очередь, просто его распилил. Как рассказал мне Тёма, вот здесь находятся все мозги BMW. Здесь управление как мотором, так и коробкой. Это секретка. Та самая штука, которая мешала мне каждый раз заводить машину. Секретки в 2016 году уже попросту не актуальны. Мы её сможем убрать. Оценили все косы от двигателя и коробки автомата. Снимаем сейчас клапан EGR, кондиционер. Снимаем пару шлангов от системы нашего руля, рулевого управления. И, соответственно, сам руль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артём практически закончил разбирать всё, что держит наш двигатель сверху автомобиля. Осталось только буквально открутить рулевую рейку, которая находится в лёгком доступе от нас. И машину можно будет поднимать наверх на подъёмник. Там, снизу, он открутит все оставшиеся болты. Как только это всё завершится, то будет пройдена первая четверть нашего ремонта. Потому что потом последует вторая четверть, в которой всё будет разбираться. Коробка будет сниматься, из неё будут вытряхаться все потроха. А потом третью, четвёртую четверть мы будем делать уже в другой день, когда закажем все необходимые детали, и это будет сборка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически завершена подготовка к снятию нашего двигателя и коробки передач от автомобиля. Вы представляете, это настолько необычно сейчас будет, то, что мы с вами увидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раздатка сухая, подушки, раздатки все целые. Коробка сухая, но, к сожалению, она немножко не едет на одной передаче. Это мы будем исправлять. Лендозонды, которые не работают, мы можем здесь доступно поменять. Трубка картерных газов из коробки треснута, из неё подвытекает масло, мы её тоже заменим. Также у нас есть проблемы по шлангам ГУРа и по шлангам охлаждения коробки передач. У нас сопливил сальник селектора в коробке передач. При разборе коробки это всё будет заменено. Люфт в резинках стабилизатора, а именно во втулках стабилизатора. То есть они просто вот выношены. Надо вот с этим болтом разобраться, которого теперь здесь нет после одного из прошлых ремонтов, поменять задний сальник коленвала, который течёт. Твой любимый сервис, к которому ты приехал и который тебе починил полмашины. За 4 часа, между прочим. Вот результат. Раздатку снять вообще никак не удаётся. Тёма уже успел сломать два гаечных ключа об эти болты, поэтому сейчас он переходит к жёстким мерам, он будет использовать сварку и болгарку. Это те два приёма, против которых ни у кого нет шансов устоять, особенно у этой раздатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты видишь, как он стоит? То есть он кривой, его просто чуть-чуть деформировали, и он тут снизу потёс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коробка передач сейчас находится одна на столе, её можно разбирать, её можно ремонтировать. Я надеюсь, что когда мы доберёмся до её внутренностей, не вылезет ничего нового и неожиданного по тратам. Только тот бюджет, который мы запланировали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, основная проблема – это развалившаяся одна муфта. Пакеты погоревшие, да, задняя скорость, как обычная, как новая. Пятая передача тоже. Середина вся, она чёрная, потёртая, где-то отслаивается. Соответственно, мы эти все фиксации заменим. Барабаны, главное, все целые. Самый дорогой алюминиевый наш барабан, который стоит кучу денег, целый, не треснул. По железу всё хорошо. Расходники все заменим. Тормоза и муфты, которые блокировочные, они тоже все целые. Заказываем запчасти на всю машину. Начинаем собирать коробку, двигатель, собираем всё на машине. Всё это соединяем и так же вот целиком запихиваем. Заливаем все жидкости, прокачиваем все системы, всё запускаем, проверяем. Очень большая работа. Да, да, да. И всё это, вот простите, пожалуйста, за внимание, за 60 тысяч рублей. 20 я отдал за прошлые съёмки и 40 я отдаю за эти. Ну плюс, видимо, ещё какой-то детальём. Дополнительные детали, да. Да, да, который мы сейчас... Который мы не планировали, да. Да, не планировали. Но вы понимаете, да? То есть сколько бы это стоило для обычного человека, скажи мне? За 100 плюс. Тёмыч, не зря ты щёку испачкал. Сегодняшний день окончен, заказываем детали, ждём их и будем всё это дело собирать. Настал новый день, мы наконец-таки купили детали. Комплект фрикционов, потому что они все чёрные и мы решили их все заменить. У нас есть вот эта деталь, которая разлетелась на несколько кусков. Также у нас полный комплект прокладок на всю коробку, потому что коробка полностью разбиралась до винта. Нам нужны все резиночки, сальнички и всё остальное, чтобы это всё хорошо работало. Стоимость этого комплекта 15 тысяч рублей. Пакет состоит из двух видов дисков. Одни диски у нас с внутренней насечкой, другие диски у нас с наружней насечкой и зубью у нас снаружи. Эти диски стоят поочерёдно, друг за дружкой. Одни у нас цепляются за основной барабан, другие цепляются за ту муфту, которая в них вставлена. Соответственно, у нас получается передача. Субтитры создавал DimaTorzok Все пакеты, все муфты, все планетарные механизмы, всё на своих местах. Вот это всё должны перенести в корпус. Это пока мы оставляем и переходим к корпусу коробки. Кстати, к вопросу о паркинге. Вы видите, вот эта маленькая штучка. А теперь вы скажите, вот эта маленькая штучка удержит на склоне двухтонный, а то двухсплавный тонный автомобиль. Подумайте в следующий раз, когда будете стоять на парке. Потом ремонт коробки полностью. Наконец-таки мы дошли до того момента, когда мы коробку со стола начинаем переставлять корпус от коробки. Сначала заднюю часть, потом переднюю. Центральная муфта, она будет блокироваться огромным стопорным кольцом. Продолжение следует... Как мы видим, пакеты все захлопываются, фрикционные диски прижимаются. Мы устранили все неисправности в данной коробке. Заменили все пакеты, фрикционные, уплотнительные кольца, тефлоновые кольца, стальные, пружинные. Нам осталось в принципе установить гидроблок. У нас новые прокладки, которые мы поставим в этот гидроблок. Соответственно, еще раз его переберем для того, чтобы быть уверенным, что все работает правильно. Сегодня 34-й день ремонта автомобиля BMW X5. Тема мне уже сказал, что мы сегодня точно на ней не уедем, потому что еще не хватает каких-то переходничков, каких-то маленьких штекеров, о которых мы узнаем только в процессе сборки. И, собственно, сможем их заказать только сегодня вечером или уже завтра. Я надеюсь, что скоро эта эпопея закончится. Вы знаете, поначалу мне этот ремонт казался очень интересным. Я думал, что это мега эпик, однако он оказался таким долгим, таким скучным и таким затратным. Я ненавижу этот ремонт. Это худший ремонт, который у меня случался. Мы выходим на финишную прямую, потому что следующий шаг это установка мотора на наш автомобиль. Мы уже даже подняли машину на подъемнике, и сейчас это пространство заполнится нашим исправным двигателем. С исправной коробкой, с исправной раздаткой. И, наконец-то, все это дело заработает, и я поеду на своей BMW X5. С исправной коробкой. Когда происходит ремонт, то день за днем пролетают просто незаметно. Сейчас утро. Мы заходим, Тема уже ковыряется под нашей BMW. Мы буквально делаем несколько шагов, проходит несколько секунд, и уже видим, как за дверью наступила кромешная темнота. Но если вы хотите увидеть то, что было сегодня, то я вам сейчас покажу. Музыка Я надеюсь, что уже через несколько часов наша машина будет работать, мы сможем на ней впервые прокатиться, и ничего не вылезет из того, что может меня расстроить. Надеюсь, что 35-й день станет завершающим в нашей ремонтной эпопее. Процесс заправки гидроусилителя руля, это штука сложная. Мне надо 15 раз провернуть руль во все стороны. А он, я вам скажу честно, в конце идет не очень-то легко. Потому что зажигание у нас отключено, но сегодня мы отсюда не уйдем, мы сегодня отсюда уедем. Подключаем аккумулятор, и буквально через несколько секунд мы узнаем, заведется наша машина после такого масштабного ремонта или нет. Что за странный щелчок? Стартер, щелчок. Тёма поправил контакты на стартере, и сейчас мы попробуем еще раз завести машину. Потому что у нас даже не крутит зажигание, когда мы ключ поворачиваем. По идее, это должно сработать, по крайней мере, я на это надеюсь. Появилась теория, что вся проблема связана не со стартером, а с тем, что Тёма просто не владелец этой машины, поэтому она ему не поддается. Поэтому сейчас я попробую. Все завелось! Моя девочка только меня и слушается! Можно, в принципе, уже отряхивать руки, потому что ремонт окончен, колеса установлены. Сейчас мы выезжаем, начинаем тестировать нашу BMW X5 после ремонта. Сколько стоит такая работа для обычного человека? Где-то 150 тысяч рублей. Я сделал за 75 тысяч. Вы понимаете то, что Тёма мне сделал скидку в 50%. Я практически оплатил только детали. Если вы не знаете, где ремонтировать машину, где ремонтировать коробку, то делайте это в Автопрофи-сервис. Тем более, что у Тёма еще новое помещение, больше боксов, больше возможностей. Теперь это все находится в Рыбацком. Вся подробная информация есть в описании. Но мы начинаем тестировать нашу BMW. Коробка очень мягкая, плавная. Ни одного толчка, рывка. Ее вообще не слышно, как будто ее тут нет. Как будто это просто в рятор. Вот едешь на одной скорости, как будто и все. Сейчас мы, короче, или по всем пакетам прогоняем масло. Она должна сейчас перенастроить. Зазоры в пакетах другие. Все другое. Вы знаете, в этот самый момент, когда у нас перестали вылезать какие-либо ошибки, когда машина работает хорошо, коробочка переключается плавно, я счастлив. Вот прямо сейчас я счастлив. И я думаю о том, что, блин, я же ее собрался продавать, чтобы покупать себе следующий автомобиль. А мне так жалко. Вот вы даже не представляете. Как только я ее так починил. Тут сейчас вообще нечего ломаться. Но я уже настроился покупать следующий автомобиль, поэтому я должен это сделать. Будем кататься дальше, тестировать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем огромное спасибо за то, что переживали, подбадривали меня. Писали мне огромное количество разных слов о том, что типа, чувак, держись, все будет хорошо. Тема, тебе огромное спасибо. Все. И пока. Всем пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok